Ну, и в заключительной задаче нашего урока мне хочется показать задачу с тактической идеей рокировка. В начальном положении. Во-первых, мы от два хода. Во-вторых, мы видим, что чёрные отрезаны по седьмой. Король имеет одно свободное поле, а ладья имеет два свободных поля. А пешки вообще не могут ходить у чёрных. Что предполагает возможность Сукцванга. Но нет. Здесь Сукцванга нет. Потому что чёрная ладья имеет ход, ладья F8, на которой в начальном положении мата нет. Пускаем матовую линию и обнаруживаем поля угрозы B8 или А8, на которой может напасть ферзь. Ну, конечно же, в положении чёрного короля ладья допускает возможность чёрной рокировки. Нелегальности тут нет. Ну, пешка с B7 могла прийти на C6 последним ходом. Следовательно, рокировка возможна. Два хода кандидата. Ферзь А2 и ферзь B2. Нападая на поля угрозы. Если ферзь А2... Рокировка... Мата нет. А вот если ферзь B2... Ситуация более благоприятная. Грозит ферзь B8 мат. На король F8 выстреливает довольно неожиданно белая косвенная батарея. С подхватом поля же А7. А вот если он сделает рокировку... Программный ход. То ладья G4 и та же самая белая косвенная батарея... Срабатывает по отношению к полю H8. Вот эта тактическая идея. Возможность рокировки на любом ходу решения. Является очень популярной шахматной композицией.